Так, друзья, разговор у нас сегодня будет серьезный. Я думаю, эти ботинки в представлении не нуждаются. Все прекрасно знают, что это мартинсы, что это их самая популярная модель 1460. Правда, не смут-версия, а из напы, поэтому они так не блестят. И вы знаете, меня в последнее время, честно говоря, задолбали просьбами рассказать о них. А вернее, рассказать о том, насколько они хреновые, насколько здесь отвратительная кожа, что они не стоят своих денег, насколько оборзел, в принципе, сам бренд, продавая вот такой вот ужас вам. Ну, а я вам сегодня расскажу, что 99% всех этих обвинений это абсолютный бред, но, тем не менее, придраться здесь есть к чему, и придраться можно очень сильно. И я не буду сегодня суперподробно углубляться в эти ботинки, потому что года так два назад я уже говорил про их младших братьев, про 1461. На бумаге это, в принципе, то же самое, но их самой большой проблемой для меня стало то, что они были просто низкие. И вот вроде как их высокая версия должна была эти косяки исправить, а вот исправила ли вы, узнаете, конечно же, в конце ролика. Но вне зависимости от того, все-таки понравятся ли мне эти мартинсы или нет, я хочу за них огромное спасибо сказать, ну, уже друзьям нашего канала, магазину Супер Степ. У ребят сейчас полным-полно нового зимнего стаффа, включая и зимние те же самые мартинсы, и ботинки, и куртки от Нордфейс, и куча другой годноты. А чтобы вы не ломали себе голову, стоит ли брать ту или иную вещь на зиму, для вас специально сделали нагляднее, добавив к зимним вещам специальную иконку со снежинкой. Ну, естественно, бесподгодно от меня вы также не останьтесь, и по промокоду NAKEDFV15 вы получаете аж 15% скидку на очень многие вещи в магазине, так что если вы еще не утеплились, то самое время это сделать. Безусловно, Мартина уже давным-давно стали культовыми среди миллионов самых разных неформалов по всему миру, вы их видели в десятках клипов, реклам и фильмов. И аналогов у этих ботинок просто нет. Да, само собой, есть те же самые Соловейр или Гриндерс, но эти бренды являются больше производными от того дизайна, который создали именно Мартинсы. Именно они были первыми подобными ботинками с воздушной подошвой. Ну и что, давайте, пожалуй, начнем с нее. И это подошва Airwear, которая берет свое начало аж с 40-х годов, и это была первая, по сути, подошва, которая обеспечивала амортизацию частично с помощью воздуха, еще до того, как это начали делать Найки. Если смотреть более внимательно, то внутри этой полупрозрачной подошвы из ПВХ вы можете заметить соты. Именно благодаря этому решению в свое время эти Мартинсы были революционно мягкими. По меркам сегодняшних дней это, конечно же, не супер впечатляющая мягкость, но в своем классе они все еще являются одними из лидеров. И да, будем честны, сама подошва не прослужит вам так долго, как какой-нибудь кусок цельной резины от, например, того же самого Ибрама. Но вы вот подумайте сами. Эти Мартинсы создавали, в первую очередь, для того, чтобы они были мягкими. Это их главная фишка. А если бы сюда поставили какой-нибудь кусок цельной резины или вообще кожи, то какой в этом вообще бы был смысл, я не понимаю. Кроме того, этот желтый знаменитый шов здесь не просто так, потому что подошва приделана кверху по технологии Гудьер, но с одним отличием. Из-за мягкости ПВХ сама подошва к Ранту не пришита, а приварена. Не приклеена, а именно приварена. Это очень важно. Но вы все равно скажете, что вот эта подошва шлаг, что она одноразовая, но можете посмотреть миллион роликов на Ютюбе о том, как обуные мастера меняют эту подошву вообще практически на что угодно, но, к сожалению, в мягкости они из-за этого потеряют. Двигаемся дальше и переходим к коже. Как я уже сказал, моя версия сделана из напы. Да, она не такая блестящая и броская, как кожа у смут версии, но она более податливая, более мягкая, и вы увидите здесь гораздо менее броские заломы. К тому же у нее нет такого агрессивного покрытия сверху, а потому к уходу с помощью всяких разных кремов она будет поддаваться лучше. И если хотите использовать Мартинсы максимально долго, берите именно такую версию. Но если говорить про качество самой кожи, то она просто обычная. Да, технически она настоящая, но в сравнении с кожей на тех же самых вингах или ботинках на заказ она вообще не идет. Но и продукт это более массовый. По швам этих ботинков все отлично, у меня вообще каких-либо вопросов нету, все сшито крайне аккуратно, без какой-либо крепоты. Но есть один момент, к которому я до сих пор не могу найти вообще никакого объяснения. Почему Мартинс не сделали здесь клапан до конца? Что им помешало сделать его нормальным? Вот блин, ей-богу, если бы они сделали его таким, как в тех же самых редвингах, например. Я не знаю, в этих Мартинсах можно Байкал там вброд переходить. А так вы получаете проходимость где-то до уровня первой пары люверсов, даже чуть ниже. Ну вот если говорить про меня, например, или про 99% зрителей, которые сейчас смотрят этот ролик, а вы вспомните, вы в городе, когда последний раз переходили лужу, которая глубже, чем, не знаю, 5 сантиметров. Но если говорить про защиту от небольших луж или от дождя, то именно вот такого решения вам вполне себе хватит. Что еще по деталям? 8 пар люверсов, настоящих, причем металлических. Также фирменная петля сверху со слоганом Bit Bouncing Souls. Красивая, узнаваемая, но абсолютно бесполезная. Ну никто не надевает ботинки с ее помощью. И внутри изнаночная сторона кожи без подклада, а также стелька, которая почему-то не из кожи, но из пены. Да, в мягкости это им добавляет, но я бы лучше выбрал здесь настоящую обычную кожу. Так, теперь очень важный вопрос размеров, потому что в Мартинсах это всегда было почему-то загадкой для людей. Когда я хотел взять себе Мартина на обзор, то я рассматривал версию VS8, это специздание. Но они почему-то при размере 11US оказались мне малы аж на размер. Но когда я взял вот эти 1460, то они сели на мою ногу просто идеально. И причем вы можете видеть, что это классические кроссовочные мои размеры. То есть это 10UK, 11US, 45 европейские. И на удивление, почему-то для таких вот олдовых ботинок они сидят абсолютно так же. Так что с размером в этих Мартинсах вы вообще никаким боком не прогадаете. Но тем не менее, здесь все-таки есть нюансы, о которых я вам сейчас и расскажу. Первое, чего я ожидал от высоких 1460 в сравнению с мелкими 1461, это лучшее, если говорить вернее, то более надежные посадки. Мелкие меня бесили тем, что даже если вы возьмете свой идеальный размер, но при этом у вас левая и правая нога немножко отличаются в размерах, а я напоминаю, что это происходит у 90% людей на земном шаре, то один ботинок сядет на вашей ноге просто отлично, а другой будет немного, но все-таки постоянно болтаться. В результате этого вы будете получать мозоли, которые будут вас раздражать, и чтобы это как-то пофиксить, вам приходится ботинки тюнить, например, какими-нибудь сторонними стельками. И высокие вроде как должны были эту проблему излечить, потому что фиксация, ну, должна быть больше. За шнуровав их дома, мне все показалось идеальным, но пройдя по улице минут 5, я уже начал ощущать трение. Наверное, расслабились шнурки, подумал я. Ага, решил затянуть чуть потуже, но обалдел от того, что ботинки просто не позволяют вам этого сделать. Подбочные ремни тупо упираются друг в друга, и вы никак сможете их нормально завязать. Это полный бред. И причиной всего этого отнюдь не является то, что вы там подобрали ботинки не своего размера. Скорее всего, сами боты рассчитаны на людей с каким-то огромным подъемом стопы, либо чтобы вы там дополнительно натягивали какие-то толстенные шерстяные носки, либо, опять же, закидывали дополнительные стельки. А вот в остальном, как ни странно, проблем здесь вообще каких-либо не нашел. Они отлично сидят спереди, у них прекрасная поддержка, потому что они тупо высокие, и вы в них никогда не подвернете ногу. И, конечно же, то, за что их так хвалят. Им уже 60 лет в обед, они до сих пор дают очень нехилую амортизацию, и дают многим своим соперникам современным, ох, как прикурить в этом деле. Да, это все еще не кроссовочный уровень, но при этом вы в этих ботинках не будете топать как лошадь, и если вы все-таки решите их проблему с этим подъемом, или же они по каким-то причинам с коробки прям сядут на вас идеально, то это отличнейший просто выбор. Ну и стоит ли марксинцы своих денег? Здесь, пожалуй, стоит начать с того, что в России очень странная ситуация с ценниками на них. Высокие стоят в районе 18 тысяч, в то время как в европейских магазинах это около 10-11 косарей. И вот за такой прайс это действительно топ, и конкурентов с таким ценником у них просто нет. Ну и просто потому, что никто не делает подобные кожаные ботинки с мягкой подошвой за 11 тысяч рублей. Ну а я лично их носить не буду, потому что я сейчас как-то больше постритвирую и такие ботинки, но это тупо не мое. Ну а если вы ищете себе боты, которые будут супер универсальные, которые будут подходить под какой-нибудь неформальный или кэжуал лук, то это один из самых лучших выборов на сегодня. А поэтому и такая оценка. Ну что, друзья, у меня на этом для вас все. Как всегда, если вам понравился ролик, то с вас лайк, подписка, московская прописка, а вот эти мартинсы я буду продавать у себя в инстаграм-аккаунте. Ссылку на него вы найдете в описании под этим роликом. Ну и что, ждите в будущем еще больше видосов. Сейчас вот зимний сезон уже начинается, будут и зимние ботинки, надеюсь, куртки тоже. Ну а про вот эти мартинсы мне добавить больше нечего. Боты хорошие, в целом советую, но, конечно же, лучше не за фулл прайс. И на этом точно все, и всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok